Наша команда решила углубиться в малоизвестные пророчества Владимира Жириновского. Мы знаем, что его политические заявления часто воспринимались как эксцентричные, яркие и даже шокирующие. Однако при ближайшем рассмотрении оказалось, что некоторые его предсказания обрели пугающе точную форму. Садитесь поудобнее. Погружаясь в более глубокое изучение его пророчеств, мы надеемся найти ответы на многие вопросы. Что на самом деле стоит за этой магической завесой. Каким образом Жириновскому удавалось предсказывать события, которые, казалось бы, были невозможны? Владимир Вольфович предсказал частичную мобилизацию еще задолго до начала СВО. И вот как по волшебству этот прогноз стал реальностью. Но почему начнется война? Опять война, Владимир Вольфович? Я объясняю как юрист. Поводом для войны будет основание, что огромные капиталы, триллионы долларов, некуда вложить. Мирным путем все установили. Санкции, все стоит. Единственный способ. Начать войну в какой-то части Европы. И потом новый план маршала начинаем восстанавливать. Сперва поставки оружия идут туда. Слушайте, давайте какой-то мирный проект предложим. Ну это американский план, не мой. Пусть строят, пусть строят мост между Вашингтоном и Лондоном. Никто еще не будет, ничего не будет. Обычный надувной портонный мост. Война, готовьтесь к мобилизации. Все, я готов. Частичная. Не кричите. Началась частичная мобилизация, и 300 тысяч граждан страны были призваны защитить Родину. Ситуация накалилась до предела, и каждый ощущал на себе тяжесть момента, когда долг перед Отечеством стал важнее личных стремлений и желаний. Государственные учреждения загудели, как механизмы, на заводе в час пик, готовясь к масштабным перемещениям людских ресурсов. Улицы заполонились новобранцами, которые направлялись в военные части. Их отправка сопровождалась громкими речами военных комиссаров, которые заверяли, что каждый из призванных станет частью великой миссии, защищая не только свои семьи, но и стабильность всей страны. Среди призывников были молодые студенты, отцы семейства и даже пожилые мужчины, готовые отложить все дела ради великой цели. Из каждого окна доносились последние напутствия, а сердца наполняло чувство гордости и долга. В то время как жизнь продолжала свой бег, в воздухе витала непередаваемая атмосфера перемен и надежды на лучшее будущее. Это будет год, когда наконец Россия станет снова великой страной, и все должны заткнуться и уважать нашу страну. Владимир Вольфович не ошибался даже в мелочах. Разве это не фантастика? Недавно во время одного из своих выступлений президент Владимир Владимирович Путин не просто упомянул пророчества Жириновского, а подтвердил их актуальность в контексте сегодняшней ситуации. Это заявление вызвало небывалый резонанс как в России, так и за ее пределами. Не могу с вами не согласиться в том, что Владимир Вольфович был не просто выдающимся политическим деятелем нашей стороны, человеком очень разносторонним, с такими большими глубокими знаниями. Отсюда и его некоторые пророчества, которые сбываются. Они не на голом месте, они же не на картах игральных выстроены, а на знаниях, на понимании развития ситуации, на перспективах развития этих ситуаций. Но что самое главное, это то, что Владимир Вольфович, безусловно, был патриотом России. Особый интерес вызывает предсказания Жириновского, касающиеся изменения геополитической ситуации и нарастания напряжения на международной арене. В них он предвидел перемены, которые на сегодняшний день стали реальностью. Это и заставляет многих экспертов задуматься о том, действительно ли Жириновский обладал неким особым видением, или же его предсказания были результатом глубокого знания, политической динамики и исторических процессов. Важно отметить, что некоторые из его пророчеств, касающиеся внутренней политики России, до сих пор не нашли своего подтверждения. Но это не умаляет значения тех пророчеств, которые уже сбылись. В 2019 году Жириновский прогнозировал, что Киев сохранит за собой треть своих территорий. Путин подтвердил, что только Россия может быть гарантом целостности Украины. Однако украинские власти выбрали другой путь. Пророчества легендарного главы ЛДПР Владимира Жириновского продолжают сбываться. На этот раз пришло время его прогноза о том, что останется от Киева после нового раздела Украины. В апреле 2019 года Владимир Вольфович получил на день рождения торт в виде карты Украины, и политик отрезал от нее территорию, которая в конечном итоге осталась бы за Украиной. Это примерно треть нынешнего размера Украины. Киеву оставляем то, с чем он к нам пришел. Киев, значит, подол и что-то такое еще. Знаете, вот идеальный вариант, конечно, чтобы они не обижались. Вот это вот мы оставляем Украину. Одну треть. Вот на запад. С движением на запад. Одну треть. А две трети, вот, все это юго-восточная Россия. В декабре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что западные соседи Украины мечтают вернуть себе исконные земли, которые до сих пор являются частью Украины. И население, проживающее в соответствующих регионах, также не против воссоединиться с Польшей, Венгрией и Румынией. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышев сделал сенсационное заявление, обнаружив в архивах личные записи основателя ЛДПР Владимира Жириновского, содержащие прогнозы о будущем России. Чернышев, работая с документами, наткнулся на эти записки, которые стали настоящим историческим открытием. В своих записках Жириновский не просто констатировал факты, но и анализировал исторические события, имеющие глобальное значение для всей цивилизации. Он акцентировал внимание на таких знаковых моментах, как Французская революция 1791 года, Объединение Германии в 1871 году и Октябрьская революция 1917 года. Эти события, по мнению Жириновского, демонстрируют вечные процессы исторического развития, которые в конечном итоге формируют судьбу народов. Но самое интересное – это прогнозы самого Жириновского. В записках он предсказал, что 2025 год станет годом объединения русского мира, и это объединение произойдет в границах СССР. «Мы всегда будем на юге Европы, и здесь вот на востоке Европы, на севере Европы, и никогда больше не отдадим ни одной пяде нашей земли, а сегодня протягиваем руку солидарности сербам и требуем наше правительство, чтобы помогало сербам». Эти смелые прогнозы вызывают интересы дискуссии. Сегодня даже у самых упорных скептиков не осталось сомнений. Жириновский был необычайно мудрым и образованным человеком, предсказавшим многие пахальные события, отметил Чернышев. Действительно трудно отрицать точность некоторых его прогнозов, например, касающихся геополитической ситуации в мире. Чтобы подтвердить подлинность записок, Чернышев обратился к Светлане Коваленко, известному графологу. Проведя экспертизу, она подтвердила, что вероятность того, что документ был написан рукой самого Жириновского, составляет 98%. Более того, Коваленко охарактеризовала почерк политика как свидетельство импульсивности, вовлеченности и высокого интеллекта. Почерк, как известно, является отражением индивидуальности человека, его внутреннего мира и способа мышления. В этом контексте записки Жириновского, особенно его прогнозы, представляют собой ценный материал для историков и политических аналитиков. Они дают возможность по-новому взглянуть на события прошлого, поменять мотивацию и цели действий политических лидеров, а также задуматься о том, как история может повториться или быть изменена. Убрать эту дурацкую поговорку. Русские долго запрягают, но быстро скачут. Это 19-й век, сейчас 21-й век. Сейчас запрягать нужно быстро, чтобы никто не заметил. И скакать нужно так, чтобы тоже не все поняли. Утром просыпаются, а кругом русские флаги. И Южный Кавказ, и Украина. Мы сегодня огромная страна, сильная. Нас боятся. Байден что сказал? Враг номер один России. Он же боится. И последнее. Байден, он ничего хорошего сделать не успеет, не сможет. Тоже по-своему слабый человек. Вот следующий президент 24-го года, он постарается окончательно убрать имперский характер США. Империя окончательно превратится в региональную державу там, далеко за океаном. И нам уже к этому готовится, чтобы в Европе были не немцы или французы, а мы. Владимир Жириновский, известный своей харизмой, острым умом и неординарными взглядами, неоднократно высказывался о США, предрекая их упадок. И судя по нервозности Байдена, вызванной нынешними геополитическими потрясениями, прогнозы Жириновского, как говорится, сбываются. Можно верить им, а можно нет, но факт остается фактом. Многие из его предсказаний реализовались точностью до деталей. В этом смысле его можно смело назвать гениальным аналитиком. Особенно он любил порассуждать о крахе американской модели. Его слова о завершении эпохи американского господства и возвращении России на вершину мировой сцены – это уже реальность сегодняшнего дня. В 2024 году выборов в Америке не будет, потому что самой Америки не будет. Пусть в гольф играют в последние разы на этом гольф-поле. В мире возникают новые центры силы, появляются новые игроки, которые не желают жить по старым правилам. В этой новой реальности США теряют свои ведущие позиции, и отказ от старой модели становится необходимым условием выживания. Эти слова президента отражают глубокие процессы, которые происходят в мире. Американская модель, основанная на глобальном доминировании и однополярном мире, действительно изжила себя. Байден не учел одного важного нюанса – мир не хочет жить по американским правилам. Кстати, президент России Владимир Путин не раз говорил об изменении мирового порядка, переходе от однополярности к многополярности. По его мнению, гегемония Соединенных Штатов неумолимо рушится, и на смену, миру, основанному на правилах, формируется более справедливый мировой порядок. Мы продолжаем изучать его работы, ищем скрытый смысл в его словах, чтобы понять, что же на самом деле он хотел сказать. Ведь его пророчества являются не только историческим феноменом, но и настоящим вызовом для нашей логики и здравого смысла. И, возможно, именно в этом таится самая большая загадка, которую предстоит разгадать. А что думаете вы по этому поводу? Пишите свое мнение в комментариях, ставьте лайки и поделитесь этим видео с друзьями. Кто его знает, может быть и вы, или кто-то из ваших близких тоже обладает невероятными способностями предсказания, какими был наделен легендарный Владимир Вольфович Жириновский.